Здравствуйте дорогие рукодельницы. Сегодня мы будем делать вот такой реалистичный басилек из фоамирана. Для этого нам понадобится фоамиран вот такого нежно-синего цвета, зеленый фоамиран. Я выбрала такой цвет. Вы можете взять такой, какой у вас есть. Дальше нам нужна небольшая полосочка где-то около полтора сантиметра шириной черного цвета, который тут я краешек самые окрасила акриловой краской. Видите и порезала тоненько-тоненько. Это нам нужно как бы для наших тычинок. Влажные салфетки, толстая игла, вот такая заготовка проволока обмотанная тейп-лентой, клей, сухая пастель вот такого насыщенного фиолетового цвета и пастель вот у меня такого цвета коричневый нашлась только масляная. Можно взять сухой. Зубочистка и ножницы. Вырезаем вот такую заготовку кругленькую. Ширина получается 4-4,5 сантиметра диаметром. Как расчертить я схему поставлю в мастер-классе. Лучше расчерчивать именно линейкой, а не резать на обум сразу же, потому что получается не так аккуратно. Теперь нам нужно надрезать наши лепестки. Не дорезаем до серединки где-то миллиметра может 3-4. Режем по нашим полосочкам. Вот разрезала. Теперь нам нужно у каждого лепестка сделать зазобринки. Для этого делаем вот такие надрезы. Главное чтобы у нас кончики были острые. Убираем лишнее. Вот видите как получается. Такая как бы щеточка. В среднем получается где-то 5-6 таких зазубринок. На одном цветке может быть разное количество зазубринок. Как 5, так и 6. 4 будет маловато для такого размера. Глубина разреза у нас получается где-то 5-7 миллиметров. И вот мы делаем так по всему кругу. Далее нам нужно краешек затонировать слегка фиолетовую пастелью. Это придаст живость нашим лепесткам. Берем влажную салфетку и тонируем самые кончики. Можете поярче сделать, можете послабже. Для того чтобы делать послабже, просто чистым местом немножко расчищаем. Умираем лишнюю пастель. И так нужно будет сделать по всему кругу. Затем берем нашу заготовку. Видите я уже обработала ее на утюге. Просто готовую прилаживаем к утюгу и они сами, наши кончики загибаются. Получаются вот такие вот заготовки. Теперь нам уже нужно взять клей. Будем загибать наши лепестки. Копаем немного клея. Берем вот таким образом заготовку. Загибаем лепестки. Держим. И кончиком зубочистки склеим. Проклеиваем вот буквально самый краешек. И этим же пальцем сжимаем. Получается, видите, такая дудочка. И нам нужно немножко округлить, сжать. Это еще помогает нам определить, хорошо ли мы склеили. Видите, я плохо склеила, у меня оно сжалось. Поэтому я подклеиваю. И опять сжимаю. Если плохо сжимается, тогда обратной стороной зубочистки засовываете в цветочек. И округляете. И так делаем со всеми нашими лепестками. Нам нужно их склеить. Видите, сразу показывает, склеилось или нет. Работа довольно таки с такими весельками кропотливая, но зато и результат. Очень хороший. И так делаем по всему кругу. У нас должны получиться вот такие детальки. Теперь мы их склеиваем между собой. Склеиваем в шахматном порядке. Вот этими местами склеивания получается друг к другу. И все наши вот эти нехорошести будут в серединке. Вот видите, таким образом склеиваем. Намазываем одну часть клея. И перекладываем друг к другу. Нам нужно, чтобы наши соцветия вот эти находились между друг другом. Видите как. Вот наполовинку уже наш Василек готов. Теперь мы будем делать серединку с тычинками нашему Василку. Для этого я вырезала вот такие детальки дыроколом. Вот у меня дырокол цветочка. Так забыла его принести и показать. Так. Вот я его вырубила и затонировала той же фиолетовой пастелью. Мы берем его, складываем и прокатываем между пальчиками. Таким образом мы его истончаем. Раскрываем. Теперь нам нужно вклеить сюда тычинку во внутрь. Для этого берем вот наши черные тычинки. отрезаем одну штучку. И кончик самой тычинки мажем, капаем в клей. Вставляем серединку. И самый низ обжимаем. Получается у нас как бы, видите, такой не распустившийся цветочек, из которого торчит черная тычинка. Таких цветочков на серединку нам нужно 9-10 штучек. Видите, у меня уже готовые тут есть. Теперь мы их будем вклеивать. Выбираем какая сторона нам больше нравится, которая верхом будет. Так, я думаю, вот эта. Теперь кончик наших цветочков обмалкиваем в клей. И вот таким образом по кругу приклеиваем на нашу серединку василька. Таким образом наши черные тычинки будут смотреть в разные стороны. Иногда может быть, что получится, что надо меньшее количество. Вот я думаю, тут наверно меньше получится влезет в наших тычинок. 9 я думаю не влезет, а влезет только 7. Это еще лучше, но потом еще останется меньше делать. Так и в серединке одну. Так, еще желательно бы вот наши вот эти черные тычинки немножечко подразмять. Чуть-чуть покрутить и сделать их потоньше, чтобы они были такие все-таки квадратные. Немножко по реалистичнее, чтобы было. Так, ну в принципе, смотрите, наш Василек готов. Если, конечно, вы хотите делать на веточку, то мы тогда продолжим дальше делать. Получилось у меня 8 тычинок сюда. Так, для этого я вырубила опять тем же дыроколом вот цветочек петелечник. Петелечник у дырокола у меня размером 1,6 сантиметра. Вырубила, продела на иголочку. И нам нужно затонировать наши края. Для того, чтобы было, видели, вот у Васильков по краешкам, как у чертополоха, такие темные полосочки. И вот поэтому мы краешки вот так тонируем. Можете взять красный цвет, все равно в сочетании с зеленым получится коричневый. У меня просто тут зеленый бледноват, поэтому взяла коричневый цвет. Можете взять потемнее. И вот таким образом мы тонируем все наши краешки полностью. Затем снимаем их с иголки. И обрабатываем на утюге. Обрабатываем каким-то способом? Просто прикладываем к утюгу. Они сами отпрыгивают и получаются вот такие вот они у нас согнутые вогнутые. Так, далее. Нам нужно прикрепить нашу веточку, наш стебелек к осельку. Для этого. Вот для чего тут и понадобятся обрезки различные. Отрезаем вот в такой произвольной форме полосочку. Тут примерно где-то миллиметра три. Больше не нужно. Кончик веточки обмакиваем в клей. И начинаем закручивать вокруг. Периодически подмазываю клеем. Прямо на кончик нашей веточки. Это у нас будет такое... Приспособление, которое получается видеть тут плоское и позволит приклеить цветок к стебельку. И плюс еще послужит как бы прикладкой под начало нашего чешелистника. Теперь вот мы приклеили. Обмазываем площадку эту и прикладываем к цветочку. Приклеиваем. Вот. Теперь начинаем одевать наши чешелистники. Вот для этого у нас уже была сделана дырочка внутри. Поэтому легко продевается. Сначала выбираем поменьше, которые и посильнее, которые загнулись. Промазываем полностью вот это все место. Для того, чтобы у нас хорошо проклеились. Первый чешелистник приклеился. Прямо вот так обжимаем и приклеиваем его. Получилась закрытая такая. Продолжаем. Так. Теперь мы по очереди нанизываем все наши чешелистники. Не забываем промазывать клеем между ними. Прямо так обжимаем вокруг. Сначала нужно более закрытой, потому что у нас получилось в виде такой капельки. Так. Тут стараемся уже делать в шахматном порядке. Чтобы у нас лепестки ложились у наших чешелистников. Вот такой примерно чешелистник нам нужно 9-10 деталек. Тут уже просто сами будете смотреть, потому что иногда немножко по-разному получается. Где-то 8 штук можно. Где-то 10. Приходится делать. Потому что одинаково все равно не получается. Приходится варьировать. Видите уже как получается. И наши вот именно окрашенные краешки будут очень хорошо смотреться. Дальше мы обклеиваем только самую серединку. Пускай немножко топорщится. Вот осталось 2 штучки сделать. Вот осталось 2 штучки сделать. Я вот сделала по 9 штук. Что на этом, что на этом, что на том цепке. Листики. Как делать листики котелькам я показывать не буду. Потому что они уж совсем такие простенькие, обыкновенные узенькие листики. Там ничего такого особенного нету. Пока делали тут немножечко помели. Расправляем. Ну вот у нас получился вот такой реалистичный василек. Оно очень красиво смотрится. Ну вот наш мастер-класс готов. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.